Давайте будем продолжать. Пока был прерыв, я нашёл для вас этот замечательный отрывок из «Ксенофонта». Это «Ксенофонт Пир-8-2». Это лестница любви Диатимы только в исполнении «Ксенофонта». И потому более просто высказанная, но требующая гораздо большего внимания. Вы дошли до речи Диатимы? Да, но я уже вспомнил про замечательную шутку и должен ей вернуться. «Я со своей стороны не могу указать времени, когда бы я не был в кого-нибудь влюблён». Это, собственно, говорит Сократ, подразумевая, что он специалист в эротических вещах. Наш хормит, вы помните, кто такой хормит, как мне известно, имеет много влюблённых в него, а к некоторым он и сам чувствует страсть. Итак, влюблённый, затем любимый, затем идет следующее. Критопох, эти любимые, уже чувствуют страсть к другим. Сократ, влюблённый и любимый. Да и Никерат, как я слышал, влюблён в свою жену, которая сама влюблена в него. Сократ, естественно, любит мальчиков. Хормит и Гритабу, естественно, мальчики, которых любят и которые любят. Никерат любит девочку. И не просто любит девочку, а она любит его в ответ. Про Гермогена, кому из нас неизвестно, что он измывает от любви к высокой нравственности, в чём бы она ни заключалась. Разве вы не видите, как серьёзно у него брови, как недвижим взор, как умеренные речи, как мягкий голос, как светло всё его существо? И, пользуясь дружбой высокочтимых богов, он не смотрит свысока на нас, людей. А ты, Антисфен, один никого не влюблён. Клянусь богами, отвечал Антисфен, очень даже в тебя. Хорошо. Антисфен – это гедонист который? Аристик гедонист, Антисфен циник. И ещё нет, Сократ любит мальчиков, но он любит их другой любовью, не... Да, конечно же. Потому что главный мальчик, которого он любит, говорит, мы легли в одну постель, и что-то не случилось. Это кто? Алкивиад. Конечно, в самом конце. Александр Николаевич, я искренне не понимаю. Это хорошее философское чувство. Почему взаимная любовь – это порог? Почему не надо любить в ответ? Потому что чувства второго остынут, но как бы, а какова вероятность? Нет, 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 вы же про Федора, да? Когда Сократ говорит Федора, что... Федор, Федор. Да, 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 да. Так это же про стратегию Сократа, как заставлять мальчиков следовать за ним. Мальчики не могут в него влюбиться, он старый урод. Поэтому он начинает играть роль влюблённого. А чем меньше женщина влюблен, тем больше не нравится в мире. Близко, да. Он начинает играть роль горачьего поклонника. И мальчик понимает, вот он, я любимый, а он влюблённый. Но вместо этого оказывается, что он никак не влюблённый. И тогда мальчик становится влюблённый. Это стратегия победы, которая, как мы видим, сработала в случае Алкивиада. И ничего больше. И так и запишем Сократа и с обращением юноши. Что же касается взаимной любви, то вы видите, что та любовь, о которой они говорят, ну, например, тот же Федор, это педиластия. И сейчас Павсаний про это будет говорить. А речь-то в случае педиластии, естественно, идёт не о гомосексуальных контактах, а о том, что есть старший и младший. И, соответственно, какая тут может быть взаимная любовь? Младший, исполняющий конкретную роль в этой паре, он не хочет эту роль исполнять, только если его совсем не купят. И в этом смысле он, конечно, не любит никакого старика. Невозможно любить стариков. Я только хотел сказать, помните, в учебнике литературы в разделе про ужасы крепостного права была знаменитая картина какого-то художника, невеста, где стоит... Неравный брак. Неравный брак, да, вот, слышите, до сих пор советские учебники, что ли, есть у вас в школе. Это была картина достаточно знаменитая. Вот, вот, есть... Человек же, подождите, ну, вы берёте, это не все, это не стопроцентная вероятность, потому что человек можно полюбить за мудрость, там, и так далее. Почему вы это тренируете? А, у тебя сочинение... Сейчас, сейчас вы за повсанием всё расскажете. ...не видно, что его лицо так блещет мудростью, там, не знаю, любит его. Нет, ну, там же такое, там же принудили, там же вот выдолбать, и всё. Она не выбирала, а здесь, здесь они перед выбором, они могут выбрать мудростью. А не могут выбрать другого старика? Рик. Ольга Армемия. Хорошо, хорошо. Давайте, давайте будем считать. Пожалуйста. Вот какую речь произнёс Федор. Вот, примерно такую речь произнёс Федор. После Федора говорили другие, но их речи Аристодем плохо помнил. И так, перед, ну да, и потому... И потому, опустив их, стал из лап речь Павсания. В начале Аполлодок говорит, Аристодем всего не запомнил, а я не запомнил всего, что говорит Аристодем, поэтому я буду говорить только то, что хочу говорить. Он пересказывает речь Федора и снова спотыкается. Теперь наступают речи тех, кого Аристодем не запомнил, а я вообще опущу. Попытался Аристодем рассказать эти речи? Наверное, да. Он плохо помнит, а я перестану их опускать. Если в первом случае Аполлодор и Аристодем находятся на одном уровне, он плохо помнит, и я плохо помню, но я выберу, то на втором уровне Аристодема просто нет. Есть только Аполлодор. Он плохо помнил, а я даже не буду вспоминать. Это указание нам очень важно по нескольких причин. Во-первых, потому что после этого указания больше никаких указаний на то, что это вообще-то все рассказывается Аристодемом, и значит Аристодем перебивает происходящее, не будет. Где он будет перебивать, нам непонятно. Что он будет утаивать, нам снова непонятно. Я все еще намекаю, подмигиваю вам на Аристодема. Где речь Аристодема? Затем, мы имеем восходящую речи любви. Федор – это начальная точка, Сократ – это конечная точка. Но прямо после начальной точки происходит обрыв. Мы не видим полного восхождения. Мы видим только начало и пять речей в конце. Проблема заключается в том, что начало звучит следующим образом. Половая любовь, давайте, ведет к самопожертвованию. А сразу за ней, в смысле, когда мы видим речь по всаднему, там тоже происходит педилостия. То есть тоже происходит половая любовь, любовь между людьми. Но Павсаний говорит о любви к душе. Он говорит о душе. Мы знаем, что между этими двумя речами довольно серьезный пробел. Любовь к телу, любовь к душе. Мы знаем, что стоит выше души. Наука, обычаи, любовь к мудрости, идея, то есть для Тима, идея Бога. Наука, обычаи, философия и любовь к мудрости. Да, да, да. Что располагается между любовью к телу и любовью к душе? На низовом уровне любви по отношению к конкретному человеку. И что? Это вопрос к вам. Вот я как раз хотела сказать по этому поводу, что на мой взгляд столько пропусков речей свидетельствует о том, что все они говорили так же о теле, и то есть они не понимали высшую сущность любви, думая лишь о плотности. Это возможно, но тогда Платону незачем было бы упоминать. То есть получалось бы так, у вас был бы график из точек-точек-точек, а потом восхождение. А график описывается как точка, гигантский пропуск, восхождение и пик. То есть Платон указывает нам, что этот гигантский пропуск это все еще продолжение подъема. Возможно, их аргументация была немного лучше, чем аргументация Федора. Вопрос не в том, была ли их аргументация лучше. Вопрос в том, что они аргументировали что-то более высокое, чем аргументируют Федор. Да, от тела, но от себя ещё души. Да! Что это? Может быть, это любовь и к телу, и к душе одновременно? Ну, понятно, Павсаний про это будет говорить, но только акцентируясь на душу. Естественно, он не говорит, типа, ой, я буду любить его по телефону издалека в соседнем языке. Он, конечно, говорит, я хочу потрогать мальчиков. Но как их потрогать? Это такой вопрос. Есть ли что-то в перерыве между любовью к красивому телу и любовью к красивой душе? Любой к родителям? Нет. Речь идёт об эротизме. Любой к родителям не подходит. Хотя, Сократ, конечно же, на это укажет. В смысле, инцеста. Я, скорее, не, ну да. Ну вот. Обязательно на это будет указание, потому что философия, как вы помните, не может без инцеста и отсутствия. Об этом говорит Аристафан в облаках, об этом говорит план в государстве, и об этом говорит Аристотель с такими большими глазами, говорит, как это? Инцест и отсутствия убийства в идеальном государстве. Может быть, любовь к себе? Или мы? У нас же был первый случай. Ну, любовь к себе не очень подходит, потому что подразумевается отношение между людьми, да. По крайней мере, отношение человека к чему-то. А под душой мы здесь что понимаем? То, что понимает Павсаний, идет, конечно, о характере, об улучшении характера, о привлении неких качеств, неких добродетелей сладкому мальчику. Прямо как Федор говорит. Но Федор говорит, надо умирать, а Павсаний говорит, не-не-не, будем вместе, будем вместе расти духовно. Сейчас мы прочитаем про это. Ну, вот что-то в этом перерыве есть, а что это? Когда Диатима будет говорить об восхождении, она будет говорить любовь к одному прекрасному телу, за которой следует любовь ко всем прекрасным телам. Потом идет любовь к одной душе, за которой следует любовь ко всем прекрасным душам. Политами? Да, но перерывы между Павсанем и Эрик Симахом не было. Абсолютно верно. Но это не значит, что его не было на самом деле. В смысле, мы-то слышим Аполлодора, который после этой ремарки вообще перестает себя проявлять. Да. То есть вы намекаете, явно намекаете. Ну, 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 на что вы слышите? На то, что сначала идет любовь между двумя, потом между тремя и так далее. А Сократ будет говорить о безразличии. Потому что после любви к прекрасным телам наступает любовь к прекрасной душе, которая маркирует собой безразличие к прекрасному телу и ко всем прекрасным телам. А после любви к прекрасной душе, когда наступает любовь ко всем прекрасным душам и вслед за ней любовь к обычаям, это маркирует собой отказ или потерю любви к прекрасной душе. Сократ не любит ни одну прекрасную душу. Но он филантроп. А? Но он филантроп. А он людей. А? А он любит людей. Но это ксенопонт. Да. А? 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 А он такого, насколько мне известно, не говорит. То есть филантропии Сократа никто не объясняет. Вся проблема этого высказывания в том, что у нас между первым и вторым шла не одна точка, их было несколько. Конечно. А мы только одну. Смотрите, мы сказали много. Сейчас в Павсане скажут, эротов больше одного, а потом скажут два. Мы сразу задаемся вопросом, а больше одного это два, что ли? Ну, технически два больше. Нет, смотрите, а почему не три? А почему не четыре? А почему не пять? В смысле, любовь к одному прекрасному телу и любовь ко всем прекрасным телам, это та же градация. Одно, два, три, четыре, пять, все. Нет. Что? Нет, это может быть две точки. Но я понимаю, что он не единое прекрасное тело вызывает, при котором мы осмотрим все прекрасные тела. Но как бы... Давайте попробуем по-другому. Давайте в этом направлении. Конечно, это восхождение. В смысле, это связанная цель. Я люблю, что у него есть конкретное тело, которое его привлекает. А потом два конкретных тела, которые его привлекают. Нет, а потом все, потому что ему нравится идея. Смотрите. Вот тоже, дๆ, без стафи. И вы видите красивые пара туфель. И вы видите kilkatedLET. и вы говорите эти туфли красивые я хочу идти и ты заканчиваете обходя� office. Все красивые туфли которые я нашла, я хочу faith. Вы не любите все туфли, вы не любите идею туфелей, туфелевы, вы любите конкретный набор конкретных красивых туфелей, в которые входят все красивые. Все, которые вам понравились. Да, но тогда это вообще не противоречит. Точнее, это не является сильным отступлением от любви к одному телу. Вы практически правы. Потому что это не переход на следующую ступень – любовь к одной душе, о которой говорит Павсанин. Нет, мы можем это принять, потому что у нас всё равно нет перехода от любви к одной душе к любви и ко многим душам. Потому что здесь, видимо, та же самая логика. Поэтому и здесь у нас нет деградации. Ну, какая логика? Да, 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 да. Дело в том, что это единственный намёк, который у нас есть. То есть, если у вас есть идея лучшая, я не сомневаюсь, потому что она есть, давайте её обсудим. Теперь, наверное, следует указать на проблему, которая связана с тем, что всё-таки любовь к многим отличается от любви к одному. Самопожертвование. Ради всех ты не сможешь. Дело даже не в том, дело в другом. Если Федор всё-таки прав, предполагая, что самопожертвование возможно со стороны любимого, то получается интересная вещь. Влюблённый любит много прекрасных любимых. И что же это? Ну, та же ситуация, что и с дружбой. Ну, дружба-то у меня... Я имею в том, что она и с дружбой у Ксиопана. Да, есть только один настоящий дружб. Да, да, да. Да, 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 да. Но ведь как раз против этого Диатима и говорит. Что мы возвращаемся обратно на первую ступеньку? Не-не-не-не. Именно поэтому мы и говорим, что Диатима как раз говорит о любви ко всем прекрасным телам. То есть она буквально так и говорит одно, два и в конце все. Хорошо, у нас самопожертвование было аргументом Федора. Да. У вас был другой аргумент. Возможно, у тех, кто говорил за ним, был другой аргумент. Ну да. Вот. Но так как это обмазки, я позволю вас подумать, что именно можно было отстаивать одно-два-много, одно-два-много-все, и как это можно было отстаивать. Вообще-то довольно просто, потому что даже в канве, которую предлагает Федор, если влюбленный теряет любимого, ну ладно, не будем уже возвращаться к тому как, то он и всегда остается испорченным, если он до этого не был ужасным, если он не влюбится в кого-то еще. Да, но он любит... Вы просто только любите по очереди? Нет, конечно, нет, 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 нет. Все, конечно, идут разумом. Вам нравятся все туфли разума, вам не нравятся одни эти... Я только надеюсь, это четыре пара разума. Да, да, но это не значит, что вы не можете любить... Если бы это было так, то классический вопрос, кого ты больше любишь, брата или меня, это был катастрофический вопрос для родителей. В смысле, я люблю вас по очереди, он был первым, пока у него нет, извини. Хорошо. А так а что делать в этом случае? В каком? Вот Наташа задала вопрос, если нравятся все, да, и одновременно. Давайте опустимся на уровень, на который Федор не хочет опускаться, а на который вообще не стоит опускаться, а Сократ про который пошутит. На уровень семьи. И на уровень друзей, куда мы не ходим. Правда ли, что у одной матери могут быть несколько детей? Они могут быть при этом любимыми ее детьми. Правда ли, что у человека может быть несколько друзей, и он может любить их всех? Правда ли, что всякий ребенок любит своего отца и мать, и может любить, да, одновременно, и включая бабушек и дедушек? Это значит, что все формы любви, которые мы только что обсуждали, а это большинство форм любви, которые встречаются, все обращены к нескольким людям одновременно. Или могут быть обращены к нескольким людям одновременно. Следующий вопрос, почему мы решили, что из всех видов любви есть один особый, который может быть обращен только к одному человеку и точка? Вы видите проблему. И эта проблема, естественно, опускается благодаря Аплодору, который говорит, ну, об этом мы говорить не будем. Аплодору это не нравится, и мы можем предположить, почему. Потому что Аплодор любит только одного человека, и никаких других людей любить не может, до себя любить не может. Поэтому всякие речи о том, что можно любить нескольких, его абсолютно не устраивает, он говорит, я даже этого не стал запоминать. Мы об этом говорить не будем. Но он не может опустить речь своего любимого. Поэтому, когда ее любимый говорит, а вообще-то любовь к нам, к прекрасному телу, за собой ведет любовь к нескольким, а потом любовь ко всем, мы задаемся вопросом, а где это? В нашем прекрасном деле. И снова кидаемся таком в Аплодора за то, что он выступил цензором и вырезал все, что ему не нравится. Естественно, всякая цензура, плохая цензура, потому что цензур, как правило, как Аплодор. Субъективно. Да. Хорошо. Итак, все речи прошли, и наступает та, которую он помнит. Речь Павсани. А Павсани сказал, по-моему, Федор, мы неудачно определили свою задачу, взявшись восхвалять Эроса вообще. Это было бы правильно быть на свете один Эрос, но ведь Эросов больше, а поскольку их больше, правильнее будет сначала условиться, как бы именно Эроса хвалить. Достаточно. Да. Павсаний выступает и против того, что Федор говорит, и против самой затеи Федора, потому что Павсаний считает самое страшное на свете. Павсаний – это моральный релятивист. Он заявляет нам, ни один поступок не имеет свойства быть хорошим или плохим по умолчанию. Ни один поступок не добрый и не злой. С учетом того, что нет оценки его? Только то, как поступок делается, делает его хорошим или плохим. Иными словами, помните, Макиавелли говорит, бывают хорошие убийцы? Да. Ну, потому что они убивают эффективно, да, в смысле, хорошо в своем деле. Вот и Павсаний говорит примерно то же самое. Ну, так правильно, они же на софистов. Он же скричает. Да, они, конечно, ученики софистов, но моральный релятивизм – это прямо не очень хорошая позиция, открыто высказанная. Тем более, вот так высказанная. Это прямо уникальная… То есть, никто больше такого говорить не будет. И так как… Что такое такое? Представьте, мы стоим в строем перед строем противника, и мимо пробегает накрашенный Мел Гибсон и кричит, значит, умереть за Родину – это святое дело. Погодите-ка, погодите, святых дел не бывает. Вопрос, значит, нельзя умереть за Родину по умолчанию. Можно только как-то умереть за Родину, чтобы это было святое дело. Я считаю, что умереть за Родину как святое дело – это жить как можно дольше ради Родины. Я пошел отсюда. В смысле, вы, конечно, читаете по-другому, вы, конечно, прыгаете в огонь, но лично я пойду. Чувствуете, что политика не может, она буксует в релятивизме. Если мы не договорились о том, что существует добро и зло, то мы не можем жить вместе. Потому что банально прибегает стража хватать убийца, а убийца такой – э-э-э-э, я никакого преступления не совершил, посмотрите, она пыталась кормить мне недоваленными пельмени. Как бы все понятно. И стража такая – ну да, вообще-то мы, конечно, считаем, что убийство – это зло, но так как моральный релятивизм, ты тоже прав, дорогой, договорились. Нет, 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 простите. Но эта ситуация, о которой вы говорите, она возможна, либо она вообще невозможна, либо она естественно состоит. Она вообще... Подождите, ну какой гопс, какой волк в классической политической философии. Она вообще невозможна. Люди не могут жить вместе, если они не приняли... Не условия. Да. Ну это раз-таки общественный договор. Ну да, 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 да. Но проблема-то в том, что мы, конечно, в древней религии, и, значит, все эти вещи естественные. В смысле, мы прекрасно понимаем, что есть даро, что есть зло, в конце концов, хотя потому что нам боги это объяснили, и есть традиции. Повсимый же по умолчанию вообще выстает против традиции, хотя, как вы увидите в речи, выступает строго за нее. Он говорит, поэты не могут решить наших проблем. Мы должны решить их с помощью нашего собственного разума, создав закон. Подождите, подождите, подождите. Что такого релятивистского в том, что он говорит, что эрос не один, а эроса два? Релятивизм заключается в том, что когда он говорит эрос не один, а эроса два, он затем будет говорить нам, что есть добрый, а есть злой, есть низкий, а есть высокий. А потом он скажет нам, ну смотрите, если он скажет нам, есть добро, а есть зло, то, естественно, все присутствующие на него посмотрят и скажут, так бедерастия, это что, дорогой друг? Мальчиков трогать, это как вообще? Поэтому он говорит, нет, 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 добро и зло существуют, но они не абсолютные, а относительные. Иными словами, можно добро трогать мальчиков. И тогда, впадая в моральный аналитизм, он ставит под вопрос существование стволов. Давайте будем смотреть. Так вот, я попытаюсь поправить дело, сказав сперва, какого эроса надо хвалить. Да, сейчас. Эросов больше, чем один. Он не говорит, насколько больше. Он скажет два, но это не значит, что их всего два, их может быть еще больше. Мы увидим впереди, что один из говорящих попытается сказать, что их больше, чем два. А потом уже воздам ему достойную этого бога хвалу. Итак, эроса два. Надо выбрать того, который правильный, и только его и можно хвалить. Все мы знаем, что нет афродиты без эроса. Следовательно, будь на свете одна афродита, эрос был бы тоже один. Но, коль скоро афродиты две, то и эроса должно быть два. Итак, афродита – это богиня красоты и богиня любви. Эрос – это желание. Следовательно, говорит Папсаний, желание – это условие любви. Эрос – это условие афродиты. Раз афродиты две, значит, и этих условий желаний должно быть тоже два. Они должны быть разные. А этих богинь, конечно же, две. Старшая, что без матери, дочь Урана, которую мы и называем, поэтому, небесной. И младшая – дочь Диона и Зевса, которую мы именуем пошлой. Но из этого следует, что и эросов, сопутствующих обеим афродитам, надо именовать, соответственно, небесным и пошлым. Если эрос следует за афродитой, то афродита появляется первичем эрос. И, соответственно, эрос – не старейший. Хвалить следует, конечно, всех богов, но я попытаюсь определить свойства, доставшиеся в удел каждому из этих двоих. Да. В своем утверждении Папсаний не ссылается ни на поэтов, ни на философов. Он говорит об официальном культе города Афины, ни о каком другом. Почему? Потому что он живет в Афинах, и именно в Афинах существует проблема, которую он хочет разрешить. А именно, мальчиков почему-то трогать не особо можно. В смысле, скажет он – можно, но там столько условий, что даже трудно. А ему вообще-то хочется, чтобы можно было открыто. Если Федор – это транзит, незавершившаяся метаморфоза от простого мальчика к мальчику зараженному, или к будущему философу, потенциальному философу. Если Федор – это человек, застрявший между поэзией и философией, обращенный одновременно вперед и назад, и ничего не понимающий, то Папсаний представляет здесь строго политический аспект. Он собирается изменить закон города. И, естественно, если он собирается изменить закон города, он собирается изменить конкретный закон конкретного города. Этот конкретный город – это Афины, не какой-то другой. Соответственно, каким образом в Афинах устанавливается закон? Кто законотворец? Посредственно народу собрания? Угу. И, значит, Папсаний должен убедить всех в том, что то, что он собирается установить как закон, может и должно быть сделано законом. Мы можем предположить, что в их собрании никто против или даже никто не против этого? Наоборот. А кто против – это Сократ? Аристан против и Сократ против. Сократ против? Конечно. Педерастия. Философия несовместима с педерастией. Помните, Алки Вятбе, я уже лёг и ничего не случилось? А вот что скажет там Аристафан? Ну, хорошо. Вы абсолютно правы. Если он собирается убедить большинство в важнейшем вопросе, что он делает здесь? Почему он не на рыночной площади объясняет людям, что трёх мальчиков – это хорошо? У меня есть предположение. Сейчас. И последнее. Помните, всегда помните о своде Повсания. Он вместе с Агафоном уехал к тирану. Демократия не нужна для того, чтобы решить его проблему. Конечно. Что-то другое нужно. Видимо, потому, что демократия не сработает. И он нам даже объяснит, почему она не сработает. Помните, там величайшая проблема. Мужчины хотят трогать мальчиков. Мужчины – это отцы. Отцы хотят, чтобы никто не трогал их мальчиков, в смысле их собственных детей. Поэтому, с одной стороны, они, конечно, хотят. А с другой стороны, они абсолютно не хотят. Да. Какое у вас было? Ну, они же все чьи-то ученики или чьи-то учителя стоят. Кроме Алистафана и Сократа. Ну, Сократ – честный учитель. Кроме Алистафана. Да, кроме Алистафана. И за ними стоит большое количество народа. И, по сути, если ты будешь рубировать… Нет, нет, нет. За ними стоят софисты. В смысле, какое большое количество народа за ними стоит? Они ученики. Кроме Алистафана и Сократа, который учитель. Возможно, через Агафона он сможет это все превратить в традицию. Это круто, но Агафон уехал вместе с Попсанием к Рухилареву. Ну, мы-то говорим, пока они еще не уехали. Ну, да. Мы говорим, почему мы с Попсанием сейчас выступали. Да, да, да. Но даже для этого ему нужно… Если он любит Агафона, и они с Агафоном все время вместе, зачем ему все, чтобы говорить о таких деликатных вещах? Так как это собрание сливок, быть может, он собирается увидеть сливки, что так и должно быть? Или попробовать почву, типа… Ну, если они не нормально так общаются… Дело в том, что это же не диалог, а речи. Поэтому никто никого не опровергает. Он не слышит… Ну, посмотреть на эти алисы. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну что, давайте послушаем, что он собирается сказать. О любом деле можно сказать, что само по себе оно не бывает ни прекрасным, ни безобразным. Итак, всякое дело есть просто дело. Всякое действие есть просто действие. Оно неплохое и не хорошее. Угу. Например, все, что мы делаем сейчас, пьем ли, поем ли или беседуем, прекрасно не само по себе, а смотря по тому, как это делается, как происходит. Если дело делается прекрасно и правильно, оно становится прекрасным, а если неправильно, то наоборот, безобразным. То же самое и с любовью. Не всякий эрос прекрасен и достоин похвал, а лишь тот, который побуждает прекрасно любить. И странный вывод. Любовь не хороша сама по себе. Любовь не есть благо сама по себе. Павсаний собирается убедить город в том, что его любовь хороша. Он собирается убить город в моральном, не в моральном императиве, в некоем моральном свойстве, говоря при этом, что никаких моральных свойств нет. Начиная свой поход, он уже начинает утопать. Если он обеспокоен моралью, тогда почему просто не отделить добро от зла и сказать, есть вещи, которые… Допустим. Да. А есть те, которые нет. Я выступаю адвокатом морали, понеслась. А вместо этого он говорит, вы знаете, нет моральных и аморальных поступков. На самом деле все поступки одинаковы. Но вот если ты убиваешь красиво, то это красиво. И это беда. Александр Николаевич, можете, пожалуйста, ввести в историческую канву? И я просто не понимаю, почему-то сложилось такое впечатление, что в Афинах были отношения между мужчиной и мужчиной, как бы… Между мужчиной и мальчиком. Ну, между мужчиной и мальчиком они, в принципе, были нормальными. Но с учетом того, что женщина воспринималась только как сосуд для будущего ребенка, для будущего мужа, гражданина. Вот, и, ну вот, мне не очень понятно, почему вот они говорят, что это как бы проблема, что нельзя быть вместе мальчиком. Во-первых, женщина не всегда воспринимается так. Я только что прочел вас ксенофонта. Никерат вообще-то любит свою жену, и даже она любит его в ответ. Да? Ну, всякое бывает, но это, конечно, почти на грани фантастики. Во-вторых, помните, что политика как раз против педерастии, потому что политика заинтересована в прокреации. И это значит, что вот тот факт, что педерастия существует… Я сейчас говорю об истории, потому что сейчас, если мы заговорим об истории, все будет зонно наоборот. Тот факт, что педерастия существует – это как бы компромисс. Сделай ребенка, и так и быть, иди развлекайся. В смысле, это любовь мужчины к мальчикам. А значит, надо сначала стать мужчиной. Если говорить об истории, как вы хотите, то, конечно же, акт педерастии – это акт инициации мужчин. Если мы смотрим на Платона, то получается, что педерастия появилась только недавно. И традиционные силы – поэты, отцы, политики, они… Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Поэты, художественные истории. Да, поэты, конечно. Смотрите, что сделал Федор с Гумерами. Ну, да. Да. И помните, что, вообще-то, и Менилай идет за Еленой, и Агаменом берет дочь. Прямо. И Одиссей возвращается домой к жене. И только один архилл с патрульного обызаюца. Политика против. Традиция против. А вы со своими софистическими новациями вдруг выступаете за. И главное, что философия тоже против. А философия почему против? Это неестественно. Философия настолько против, что, когда речь зайдет об инцесте, у ксенофонтовой Марабилии Сократ и Евфем будут говорить о естественных законах. Евфем скажет, что, ну, что такое естественные законы? И Сократ объяснит. Это тот закон, который ты не можешь нарушить без награния. То есть ты обязательно будешь наказан, имеется в виду, наказан силами природы. И тогда Евфем говорит, подожди, подожди, подожди. А инцест – это как? И Сократ выворачивается. Естественно, инцест – это инцест между старым отцом и его молодой дочерью. Разве ты не видишь, говорит Сократ, что от старых мужчин рождаются слабые и уродливые дети? Вот оно наказание. Но тогда возникает проблема. Не от отца с дочерью, а от всякого старика, сочетающегося с молодой женщиной. То есть не инцест сам по себе проблема. Не инцест сам по себе нарушает естественный закон. Соитие старика с молодой девушкой нарушает естественный закон. Как оказывается педерастея, половой акт – это воспроизводство. Акт воспроизводства. Педерастея ведет к воспроизводству. А значит, она не ведет никуда. Это неестественно. Да, но философия тоже, вы говорили, чрезмерная рациональность мешает философу жить. Это тоже неестественно для жизни. Если человек от других животных отличает разум, то сто процентов это не просто естественно. Это единственный верный путь. И я напоминаю вам, что концепция о том, что человек от других животных отличает разум, берет свое начало из политики Аристотеля, где Аристотель этого не говорит. Хорошо, а если мы в нем простой практический интеллект, которым угадают, в принципе, и животные, и человек – это же интеллект, которому отдают достаточно… Видите, я с этого и начал. И говорю вам, что, конечно же, тот факт, что человек отличает от других животных разум – это не единственный и необязательный концепт. Да. Мы можем сказать, что человек от других животных отличает сексуальность, и тогда у нас не будет проблем ни с педерастеей, ни с инцестом, ни с чем это не было еще в этих вопросах. Потому что сексуальность не связана с… Хотя она связана с прокреацией, она не обязательно связана с прокреацией напрямую. Вы можете открыть инстаграм и увидеть там сексуальные фотки. Вы можете сказать, что эта статуя даже не обязательно человека, а как некоего образа, неких изгибающихся линий, некая игра света и тени напоминает вам нечто сексуальное. Или имеет сексуальный подтекст. Снова не будет у вас с этим никаких проблем. Но животное никогда не увидит в этой игре света и тени и изгибов и линий. Ничего такого. Хорошо, а философ, он же это видит? Что именно видит? Эти изгибы, света и тени. Я же вам говорю, если только мы верим или полагаем, что сексуальность и есть то особое свойство человека, которое отличает от его других животных. Но я ведь даже не поставил сексуальность на первое место. То есть у нас есть разум. Затем я упомянул, коротко, сексуальность, а потом перешел к поэзису. И мы концентрируемся на поэзисе. Я говорил, представьте себе мир, построенный на сексуальности, как он построен в разуме. Но тут же добавлял, что я сам не могу это сделать. Зачем Сократ так охотился, если он считает, что при отношении... И снова эти отношения никогда... Итак, давайте отличать, во-первых, гомосексуализм от педерастии. Педерастия – практика, гомосексуализм – ментация. Можно ориентироваться не практикуя и практиковать не ориентируясь. Из этих людей практически никто не гомосексуалист. Они все нормальные гетеросексуальные мужчины. Да? Договорились. Второе. Сократ педерастию не практикует. А у Кюлярта говорит, я разделся, мы легли, ничего не случилось, я расстроен. Я рыдаю, жизнь кончена. Не было никакого акта. И, значит, нет никакой педерастии. А гомосексуализм – это нормально? В контексте, о котором мы говорим, так же, как и педерастия, конечно же, нет. Потому что она ведет к тому же... К чему она ведет? К педерастии. Да. Да. Но, опять же, не всякие говорящие. Потому что Аристафан скажет, все нормально, но будет шутка. Все хорошо, но будет шутка. И опять, смотрите, гомосексуализм существует, мы предполагаем, что как бы существовало с человечеством всегда. Но, например, явно в 14 веке гомосексуальные представители помода явно все-таки имели жены и детей. То есть гомосексуальность никак не мешает прокреации. Потому что, опять же, практика не есть ориентация. Мне единственное, что смущает, это то, что Сократ охотился при этом... Это охота Сократа воспринимается всеми окружающими, как охота за мальчиками. А он охота за умами. А он, на самом деле, совращает молодежь. То есть это никак не связано... Ему, еще раз, то, что вопрос насчет философии и педьерастий. И все-таки, если у философа нет цели, у философа нет цели воспроизводить потомство. У философа нет цели к бессмертию. И у педрастов тоже нет цели воспроизводить потомство и existsмертию следовательно. На каких это похоже, да? Да-да, именно поэтому философия со стороны большинства выглядит странно. Именно поэтому у Сократа есть жена и дети. Потому что если бы он ходил в 54, как сейчас, или в 70, как в конце, бездетным и без жены, все бы на него косились с двойным клоном. Мало того, что он всякие там штуки говорит, так он еще вообще ненормальный, ни жены, ни те нет. Я понимаю, то есть вы имеете в виду, что в традиционном обществе философия отдельно от педерастиков? Нет, она настолько похожа, она близка, она похожа. Это странное девиационное поведение. Поэтому Сократ не может позволить себе еще дополнительно на себя повесить марку. Поэтому он делает вид, но помните, что у Платона уже не кой жены, насколько мы знаем, да? И уже не говоря про всех остальных родных жилософов. А насчет мужчин у Платона? Были у него мужчины? Ответа уже нет. То есть, но про ксенофон-то мы знаем, что у него были. Нет, у него была жена. Нет, и мужчины там же, когда он же пишет, что Сократ меня упрекает в том, что я не знаю. Да, 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 но мы же не знаем, последовало он совету Сократа никогда не целоваться с мальчиками или не последовало. Ну, по крайней мере, такое намерение у него есть. Может быть, Сократ его остановить? Смотрите, мог ли Сократ его остановить, в отличие от Критабула, который не стал философом? Ну, давайте по-другому. Стал ли ксенофон философом? Ну да. Сократ философ Параксиланс, занимается ли Сократ подерастией? Но это не мешало ксенофонту заниматься и подерастией, и философом? Нет, если философ Параксиланс не занимается педерастией, то всякий, кто становится философом, не занимается. Еще раз, за любовью к одному прекрасному телу следует любовь к многим прекрасным телам, а затем любовь к одной прекрасной душе, которая отменяет вообще всякую любовь к прекрасным телам. И нет. То есть, когда вы поднимаетесь вверх по лестнице, вас уже не интересует педерастия, как сексуальный акт, потому что вас перестает интересовать сексуальное вообще. Все, я поняла. Не говоря уже про то, что вы помните, что за любовью к одной прекрасной душе следует любовь ко многим, а потом ко всем прекрасным душам. Король также отмирает, когда наступает любовь к обычаю. Иными словами, для Сократа не разница между уродливой душой и красивой душой. Он не любит их одинаково. Он никого не любит. Поэтому он так успешен. Сладкие мальчики думают, что он любит их, но он не любит вообще никого. А что он обычай любит или что? Так в том-то и дело, что за обычаем следует любовь к прекрасным наукам, а за любовью к прекрасным наукам – любовь к мудрости, а за любовью к мудрости – идея блага. А идея блага подразумевает, что уже ничего нельзя сделать. Даже потрогать нельзя. В смысле, нельзя даже бессмертие обнести. И в чем она заключается, мы это поймем в ходе... Или не поймем никогда, потому что это теория идей, которая, как я уже говорил, нет. Нормально так. Да, да, да. Вот вы забегаете вперед, и я должен вас заводить туда же. Хорошо, давайте, аргументация, аргументация по всему. Так вот, Эросафродит и пошел, и поистине пошел, и способен на что угодно. Это как раз та любовь, которую любят люди ничтожные. Опять же, проблема в чем? Если мы четко являем добро от зла, то мы говорим себе, есть низкие поступки, и, соответственно, всякий низкий человек способен на эти низкие поступки, способен на все, что угодно. Но если поступок как таковой не имеет никакой моральной коннотации, то нет такого понятия, как способный на все, что угодно, в отрицательном смысле. Потому что каждый способен на все, что угодно. Подножку можно подставить красиво, а можно некрасиво. А такие люди любят, во-первых, женщин не меньше, чем юношей. Видите, значит, пошел люди, ничтожные люди, это люди, которые, во-первых, любят женщин не меньше, чем юноши. Повсании уверен, что вообще-то все люди любят юноши. То есть все, включая вообще всех. Просто те, которые любят женщин, они еще и добавок любят женщин. И поэтому они плохие. И снова, если мы следуем Повсанию и моральному антивизму, любовь к женщине сама по себе неплохая, и не может быть маркирована как плохая, если только она не сделана плохо. На Повсании-то, видимо, ну я не буду говорить, что он гомосубсуалист, но Повсании, видимо, этого не видит. И поэтому он думает, что всякая любовь к женщине – это любовь плохого человека. Во-вторых, они любят своих любимых больше ради их тела, чем ради души. И это снова проблема. Если моральный антивизм, то можно красиво любить тело. И именно к этому Повсанию идет, потому что он-то собирается любить тело. И ему это важно. И можно некрасиво любить тело, но Повсании почему-то рисует из себя настоящего моралиста. Не надо так делать, не надо любить тела, чем ради их души. И, наконец, любят они тех, кто поглупее, заботясь только о том, чтобы добиться своего, и не задумываясь, прекрасно ли это. Какая разница между теми, кто поглупее, и теми, кто поумнее? Если любить, мы можем их красиво и некрасиво одновременно, если моральный антивизм есть. Я вам скажу, какая разница. Дело в том, что по определению, последнее это, мальчики-то поумнее, в смысле мужчины поумнее, чем женщины. И поэтому, когда Повсаний договаривает до конца, что он-то ценит разум, он автоматически должен сделать вывод, что из двух полов надо ценить тот, в котором разума больше, а значит, надо ценить мужчин. И, соответственно, автоматически делает вывод, что тот пол, у которого разума меньше, если он ценится, то ценится только плохими людьми, которые не понимают, что надо ценить разум. Да. Да, но проблема в том, что Повсами нравятся мальчики, у которых ума меньше, чем у стариков. Это будет серьезнейшая проблема чуть дальше. Конечно, он же ниже буквально скажет, естественно, чем ты старше, чем умнее. Из чего будет вывод, что старики должны любить стариков. Но он такой договариватель. И это прямо винатливо. Кому оно это посчитывало разум? Нет, это классическое, патриотальное тоже зрение. Послушай женщину и сделай наоборот. Тоталые добрые порядки. Вот чему они и способны на что угодно, на хорошие и натурные в одинаковой степени. Ведь идет эта любовь, как ни как от богини, которая не только гораздо моложе другой, но и по своему происхождению причастна и к женскому, и к мужскому началу. Да. Получается так. Если вы любите женщину, даже если вы любите мужчину, то вы уже ниже, потому что вы любите меньше разума, чем надо. Чем больше вы любите разума, тем лучше. Одновременно вместе с этим он говорит, что тот, кто любит меньше разума, тот способен и на хорошее, и на плохое. Что он имеет в виду? На низкое и на высокое? Но он ведь отказался от низкого и высокого. На плохо сделанное и хорошо сделанное? Да, мы допустим, что это не одно и то же, но очевидно, что тот, кто умен, способен и сделать плохо, и сделать хорошо, а тот, кто не умен, способен только сделать плохо. Но тогда, если тот, кто не умен, любит женщин, а тот, кто умен, всегда любит только мальчиков, то очевидно, что любовь к женщинам – это всегда плохая любовь. И Пафсани снова проваливается обратно к тому утверждению, что нет никакого морального эдетивизма, а есть моральные абсолюты. Любовь к женщинам всегда низка, любовь к мальчикам не всегда низка. А, Илья, можно вопрос? Вы сказали, что тот, кто любит женщин, при том, что он еще и любит мужчин… Да, Пафсани не может себе представить, что можно любить только женщин. Во-первых, значит, а такие люди ничтожные, во-первых, любят женщин не меньше, чем юноши. То есть он не верит, что есть люди, которые любят только женщин. Да, да, да. И вы говорите, что даже те люди, которые любят еще и женщин, они любят меньше разума, чем те, которые любят только мужчин. Почему? Откуда у них стало меньше разума? Они же тоже любят мужчин. Смотрите, а именно потому, что они любят женщин. И что? Ну, в смысле, они способны терпеть меньше разума. Но они способны терпеть и это, и еще и это. Кто умнее? Да, 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 смотрите. Это как раз, как Даржан сказал, что очень пациентин. Бедный может надеть дешевые, воздолбанные ботинки, а может надеть дорогие от Луи Виттона. Богатый может надеть только дорогие от Луи Виттона. Кто умнее и кто выживет в трудной ситуации? Нет, про это мы сейчас не говорим, про кто в живете. Ну, кто умнее? Нет, нет, нет. Как бы в этом деле. Нет, речь идет о том, смотрите, давайте попытаемся с ботинками. Почему нет? Павсаний говорит, всякий личный мужчина любит хорошую замшу, но есть такие, которые готовы и на плохую. Те мужчины, которые готовы и на плохую, те, естественно, меньше любят хорошую, банально потому, что они готовы и на плохую. Ну, нет, мы же разбираем пример, когда одновременно, то есть он любит и идти, но и с этими больше. Да, 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 а это значит, что имея выбор между хорошей замшей и плохой, он сделал выбор в том числе и в пользу плохой. Он не разбирается. Ну, от этого он не потерял хорошую замшу. То есть у него разума от этого не перестал меньше любить. Тот факт, нет, 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 наоборот. Он, естественно, перестал его меньше любить, потому что он делал выбор в пользу меньшего разума. Всякий разумный человек никогда не скажет, «Ммм, у меня есть возможность пройти мимо этой лужи и поскользнуться на ней, а давай-ка я сначала пройду, а потом поскользнусь». Ну, наверное, ты дурак, если ты видел лужу и поскользнулся на ней. Он говорит, как настоящий педераст, как настоящий доносексуалист, если хотите, мы же не знаем, что никто не может любить женщин. Вообще такого не бывает. Он вынужден прибавить к этому, что есть такие плохие люди, которые любят мужчин, потому что любить мужчин невозможно, и при этом еще любят женщин. И когда он пытается объяснить нам, почему они плохие, эти люди, которые любят мужчин и женщин, он говорит, что очевидно у них низкие стандарты. Его стандарт – это разум. У женщин меньше разума, чем у мужчин, а значит их нельзя любить, они того не стоят. Поэтому те, кто умудряются, при том, что не могут любить мужчин более умных, любить женщин менее умных, те совершенные губцы и делают все неправильно, это плохие люди. Одна Афродита хуже другой, потому что она моложе другой, и происходит одновременно от женщин и от мужчин. Эра же Афродита небесная сходит к богине, которая, во-первых, причастна только к мужскому началу, но никак не к женскому. Недаром это любовь к юношам, а во-вторых, старше и чужда к преступной дерзости. Лучшая любовь – это та, что любит лучшее. Давайте, поэтому одержимые такой любовью. Потому что одержимые такой любовью обращаются к мужскому полу, отдавая предпочтение тому, что сильнее от природы и наделено большим умом. Итак, лучшая любовь – это та любовь, что любит лучшее. То есть, та любовь, что любит сильнейшее и умнейшее. У меня написано «Восхищает крепкое тело и собственность ума». Ну, крепкое, да, главное, физическое и физическая сила. Ниже речь пойдет только про ум. Смотрите, как спотыкается Павсаник. Если бы он сказал, что из двух качеств физическая сила и ум надо выбирать физическую силу, то тогда кого бы надо было любить? Итак, если он говорит, что надо любить ум, очевидно, что старики – это самые мудрые по определению люди. У нас есть, смотрите, дети и слош-юноши, взрослые мужчины и старики. Старики – самые умные, поэтому, если ты любишь ум, будь добр, люби стариков. Но он говорит, ум и физическая сила. Тогда он должен был бы любить своих ровесников, но он-то любит мальчиков. Поэтому даже из тех двух аргументов, которые он выбрал, ни один не ведет к любви, которая ему нужна. Да. Что касается того, что, я так понимаю, более разумные тянутся к более разумным. По еголой. Более разумные тянутся к более разумным. Мне так не получается, потому что есть такие мужчины, которые тянутся к женщинам. Хотя… А они не разумные? Мужчины по определению более разумные, чем женщины. Ну что, не мужчины, они не разумные? Нет. Чем те, которые тянутся к только к мужчине. А именно что можно? Нет, если у них есть рациональная цель, рациональная цель – наиболее умная цель. Да получается, наиболее умные тянутся к наиболее умным. Наиболее умные тянутся. А те, которые поглупее, тянутся еще и к женщинам. Ну, хорошо, да-да-да. Давайте я дослушаю наш документ до конца. Проблема в том, что это не срабатывает. Потому что у нас есть женщины, которые тянутся к мужчинам. К более умным. То есть, в идее, они должны быть умными, чтобы тянуться к умным. Иначе они потянулись к женщинам. А давайте мы просто уберем и скажем, что мужчины умнее, чем женщины. И всякий тянется к более умному и более сильному, как и говорит Павсани. Всякий? Всякий вообще. Тогда у нас есть всех тянутся еще к женщинам. Вот. Тогда у нас получится, что женщины по природе абсолютно верно, тянутся к мужчинам и только мужчинам. И заметьте, Павсани это про лесбиянок ничего не говорит. Их просто нет в его картине мира. Все женщины по определению тянутся к мужчинам, потому что они более умные и более сильные. Все мужчины по определению должны тянуться к более сильным и более умным. Но есть такие, которые тянут к женщинам. И Павсани говорит, а вот это вот ничтожные люди. Ничтожные чем? Умом и ничем? Они ничтожны, потому что они не делают то, что должны, то, что делают все остальные. Они неправильные. То есть смотрите, Педераст пытается объяснить, что Педерасти это правильно, но очевидно должны быть какие-то неправильные люди. И он говорит, я нашел таких. Это те, которые... Да, понимаете? При этом, смотри, при этом у нас есть мужчины, которые любят мужчин, мужчины, которые любят мужчин и женщин. Но у нас нет lesbian, женщин, которые любят женщин и у нас нет мужчин, которые любят женщин. То есть вот такого вообще нельзя помыслить, потому что женщина про определение ниже мужчин. У него как бы все складывается, но... кто-то тянется еще и к женщинам, то должна быть причина, по которой он еще тянется и к женщинам. Он хуже. Где-то рождение? Он хуже, чем те, которые тянутся... Да, он неправильный, он неправильный, да. Но он неправильный, он от природы неправильный, или как это понимать? Чем он неправильный? Смотрите, представьте себе мир... Вы по логике повстания, я только шею твою логику. Я понял. Представьте себе мир, который состоит из одних гомосексуалистов. И вдруг появляется бета-сексуал, и они такие говорят, ты какой-то неправильный. И ты неправильный, в смысле, ты не такой, как мы. То есть эта неправильность... Мы правильные, потому что у нас большинство. И, соответственно, всякий, кто есть девиация от нас, есть какой-то неправильный, неполноценный. Вот повстание себя ведет именно так. Не бывает... Ну, это момент не интеллекта, а от... От его собственных вкусов, да. Да, да, да. Которым тратится обосновать, но у него не получается, да. То есть, я напоминаю вам, у него в картине мира вообще нет мужчин, которые любят женщин. Да, да. Женщин никогда не может быть по его мнению, что он в любви. Это чисто необходимость, чисто физически. Нет, 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 нет. Он же говорит, что есть мужчины, которые лянутся к женщинам. Получается, у собственных родителей материал, неправильные. Вполне можем сказать, что существует природа, а существует обучий. Номос или закон. Фюзис и номос – это вечная проблема для леков. Природа говорит, что надо любить лучшее, то есть, мужчину. То есть, по природе мужчина может любить лучше, то есть, мужчину. Да. А Номос говорит, город говорит, нам вообще-то нужны солдаты для того, чтобы умирать на полях сожжений. Поэтому, пожалуйста, сделай. Да, тем более, все женщины по определению должны тянуться к мужчинам. То есть, все вообще, никаких лесбиянок нет, все хорошо. Слушай, он вымрет из этого города. Нет, так он не вымрет именно потому, что закон повелевает. Но Пасани недоволен, ему очень плохо, и он как раз хочет ввести новый закон. Потому что та картина мира, которую он описывает, она не существует. То есть, он хочет ввести закон по природе? Нет. Да, да, да. Он хочет ввести закон, который был бы согласен с тем, что он изображает как природа. Нет, что он изображает как природа. Мы-то с вами понимаем, что, естественно, с точки зрения философии, природа как раз заключается в прокреации. И значит, стремление и мужчин к женщинам, и женщин к мужчинам. Да. Да. Поэтому Пасани хочет ввести противоестественный закон. Но закон и есть нечто противоестественное. Поэтому Пасани как раз и совпадает в своем желании. Поэтому он и говорит о законе, а не о философии или поэзии, как говорит Федор. Он говорит, у нас есть обычай, давайте его исправим. Но и среди любителей мальчиков можно узнать тех, кем движет только такая любовь. Ибо любят они не малолетних, а тех, у кого уже обнаружился разум. Разум появляется обычно с первым пушком. И у меня вопрос. Да. Мы сначала говорили, что вот так как Пасани влюблен в логафона, и так как Пасани говорит о том, что любовь, она основана на притяжении разумов, то и мы увидели противоречие, что сам Пасани любит молодого мальчика. Но здесь Пасани говорит, что разум появляется с первым пушком. Я думаю, что у Агафона есть первый пушок, потому что первый пушок у мальчиков появляется ну совсем разум. Но мы знаем, сколько Агафона лет, а Пасани не сильно старше. Я же назвал вам цифрой. У Агафона сколько? 30, давайте я еще раз открою, 30 с чем-то, 31 Агафона и 34 Пасани. Следовательно, у него нет никакой противоречия. Нет, проблема-то остается на месте. Очевидно, что с возрастом мужчина становится все разумнее и разумнее и разумнее. И Пасани приводит пример, юноши умнее, чем мальчики, из чего мы делаем вывод, а мужчины умнее, чем юноши, а старики умнее, чем мужчины. То есть он должен, по логике, не к Агафон, а тянуться к другому поставку. Не просто к другому поставку, он должен к старику бежать, обеими ногами. Ну вот, он не собирается туда. Поэтому он делает первый шаг. Любить просто маленьких мальчиков не есть хорошо, но он не делает остальных шагов. И поэтому его защита перерасти и правильная защита. Тичья любовь началась в эту пору, готова, мне кажется, никогда не разлучаться и жить вместе всю жизнь. Такой человек не обманет юношу, воспользовавшись его неразумением. И снова, такой человек не обманет юношу. В конце Пасани будет говорить, что со стороны влюбленного возможны любые действия для того, чтобы обмануть любимого. И это и будет закон. Пасани начинает с морального релятивизма и говорит, не бывает в плохих поступках самих по себе. А заканчивает фразой, даже плохие поступки считаются, если речь идет о любви. Давайте мы разрезаем плохие поступки наконец-то. Такой человек не обманет юношу, а это вот друзья? Считайте, воспользовавшись его неразумием. Не переметнется от него, посмеявшись над ним к другому. Надо бы даже издать закон, запрещающий любить малолетних. Чтобы не уходил, он гасил неизвестно на что. Итак, Павсаний молод, у него нет своих детей 10 лет, очевидно, потому что он слишком молод для этого. И Павсаний говорит обо всем с точки зрения влюбленного, а не любимого. То есть старшего мужчины, а не молодого мальчика. Поэтому он говорит, надо бы даже издать закон, запрещающий любить малолетних. Но не потому, что любить малолетних плохо, а потому что тратить на них время он не хочет. Еще раз, надо бы издать закон, запрещающий любить малолетних. Чтобы не уходило много сил неизвестно на что. Моих сил, чтобы не уходило неизвестно на что. Он сам себя законом хочет ограничить? Он ниже скажет, что вообще все приличные люди сами ограничивают себя законом. Но потому что есть неприличные, и нам нужен закон вообще. А что бы не устраиваться в том, чтобы в этом сейчас с эгофоном все хорошо? То есть он просто фирмализирует свою проблему? Да, да, да. У него есть проблема с тем, что он приводит на это силы, и он хочет. Да, да, да. То есть он говорит, у него есть суперлогика. Мужчина должен любить мужчину, потому что мужчины разумные. И чем мужчина разумнее, тем больше его надо любить. Ну, соответственно, тем больше он заслуживает любви. Мы забегали вперед, говорили все время, люби стариков. Ну, да. Но он говорит, надо любить юношей, а не мальчиков, потому что с мальчиками неясно, они умны или нет. То есть, подходя к конкретному мальчику, ты не можешь понять, насколько он умен. А вот когда он уже юноша, ты хотя бы можешь сделать выбор. И что он говорит? Я, как пираст, не хочу тратить свое время на мальчиков, потому что вот я его люблю, а он, раз, и не умный. То есть он... Если я люблю... Сейчас. Если я люблю мальчика, есть шанс, что моя логика, которую я вам только что объяснил, она проваливается, потому что я люблю его, а он не умный. Получается, что я тот самый ничтожный человек, который любит женщин. И он говорит, надо пристать закон, чтобы вот этого не было вообще. И тогда все его проблемы решатся. То есть моральный релятивист почему-то уверен, что его проблемы решаются соглашением. Моральный релятивизм прекращается двумя способами. Вы об этом абсолютно правильно говорили. Это либо фюзис, когда мы говорим, на самом деле все моральные стандарты поставляет природа. Давайте исследуем природу, и она нам скажет, что такое хорошо, а что такое плохо. Иными словами, природа даст нам естественный стандарт человечности. И тогда нет никаких... Ну, не надо представить естественный стандарт, как, значит, камера куда вас заводит, измеряет ширину черепа и говорят, ой, да, как-то, видимо, не ваш день, в смысле, не ваша жизнь. Вот. Не так. Но в целом именно к этому идет классическая политическая философия. Павсан идет в другую сторону. Он говорит, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет никакого естественного стандарта. Поэтому давайте мы договоримся. Но когда речь идет, а давайте мы договоримся, а речь идет о ноносе, тогда возникает вопрос, а на каких основаниях мы договариваемся? И что служит маркером договора? То есть, каков финальный аргумент? А он есть финальный аргумент? И тогда Павсан и придумывает. Не-не-не-не, говорит Павсан, ребята, финальный аргумент очень простой. Человек от других животных отличает разум. Мужчина умнее, чем женщина. Следовательно, наше соглашение должно быть основано на любви к разуму. Откуда он исходит в таком случае? Из природы. И даже в этом он не может нормально себя до конца довести. И вопрос, мы говорим о том, что у Павсан не у самого проблема. Но смотрите, Агафон не мальчик и уже не юноша. У него нет проблем с ним. Еще раз, проблема заключается в том, что вообще-то тогда Агафон должно быть 70, а лучше 90, а еще лучше, прямо вот он должен на последнем издыхании лежать. Полумертвые лежащие под одеяльцем, кашляющие, значит, кровью в руточку, они уже как бы все. Вот, что хочешь спрашивать, они на все ответят 100%. Их мудрость зашкаливающая. Но мы не любим их. То есть они совсем отрицают, что 35-летний мужчина может быть умнее, чем 75-летний старик? Помните, 35-летний мужчина – это мужчина, который только начал судьбу. Иными словами, все, кто до 30, это как раз те, кто с пушком. Ведь неизвестно заранее, в какую сторону пойдет духовное и телесное развитие ребенка, в дурную или хорошую. Конечно, люди достойные сами устанавливают себе такой закон. Да, видите, из эгоизма хорошие влюбленные сами себя останавливают. Проблема заключается в том, что если хорошие люди сами себе дают закон, то это значит, что одной природы, которая якобы тянется все время к разуму, всегда мало, что ее никогда недостаточно, что природа должна быть дополнена законом, что естественного порядка не существует. Но надо запретить это и поклонникам пошлым, как запрещаем им, насколько это в наших силах любить свободно рожденных женщин. И следующий шаг. Хорошие люди себе это запрещают, а плохие себе этого не запрещают. И хорошие, и плохие хотят одного и хорошего. Как отличить, кто хороший, а кто плохой? У меня вот вопрос. Как запрещаем мы им, насколько это в наших силах, любить свободно рожденных женщин? Да, ну понятно. Мы не запрещаем им любить сладких мальчиков, но любить без брака, имеется в виду, конечно же. Но с мужчиной невозможно вступить в брак. А со свободно рожденной женщиной можно, поэтому ее портить до брака нельзя. А сладкого мальчика можно. А, то есть мы запрещаем портить женщину без брака? Конечно, естественно. Потому что, а куда ее потом девать? Пошлые эти люди настолько осквернили любовь, что некоторые утверждают даже будто уступать поклоннику предосудительно вообще. Смотрите, он делает следующий шаг. Так как есть хорошие и плохие люди, а хорошие люди могут сами дать себе закон, а плохие люди не могут дать себе закона, то получается, что закон маркирует, отличает хорошего от плохого. Иными словами, его выход в попытке отделить добро от зла это законопослушность. Помните про старую удобную книжку, которая называется «Книжки». В книжке, которая называется «Книжки», написано, что нельзя убивать. А потом сказано, а если кто-то работает на седьмой день, а ну-ка забей-ка его камнями. Так нельзя убивать? Или надо убивать? Всякий закон маркирует некий запрет. Но этот же закон чаще всего маркирует ситуацию, когда этот запрет больше не работает. В нашем обществе убийство запрещено, но если начинается война, убийство – это ровно то, к чему вас общество призывает и что заставляет вас делать. Прямо или косвенно? Если вы не убиваете прямо, вы делаете снаряды. Не делаете снаряды – доливаете топливо. Не доливаете топливо – выращиваете еду, которая идет на то, чтобы делать снаряды, доливать топливо и непосредственно убивать людей. Если законопослушность отличает добро отца, как и хочет, кажется, Павсаний, то с одной стороны мы прекрасно понимаем его цель. Надо только сделать правильный закон и сразу я стану правильным. А с другой стороны мы понимаем, что за этим стоит подчиненность политическому порядку. Павсаний не видит возможности жить вне политического порядка. Точно так же, как для Федора Педерастия вела к идеальному городу, на самом деле нет, для Павсания она тоже ведет к идеальному городу, который представляет из себя идеальные законы, которым все всегда подчиняются и так отделяются хорошие люди от плохих. Павсаний считает, что плохой человек – это только преступник, но преступника определяет закон, а значит город. Павсаний считает, что плохой человек – это тот человек, которого город считает плохим. Его моральный релятивизм приводит его к катастрофе. Город решает, что такое хорошо, а что такое плохо. Нет такого понятия, как красивый поступок сам по себе. Вопрос морального релятивизма – это вопрос, кто судит. И Павсаний считает, что судить должен был коллектив. Даже в этом Павсаний, кажется, заходит в тупик. Если уже существует закон, а он об этом будет ниже говорить, который запрещает афинянам любить свадок мальчиков, то его потуги против этого закона – противозакон. Его любовь к Агафону – противозакон. Какой выход у нас есть? У него, вернее. Выход, которым пользуется Сократ. Вернее, на который указывает Сократ в апологии, которым не пользуется, в Критоне точнее. Помните, Сократ говорит, если бы законы прямо сейчас воплотились, они бы сказали, Сократ, ты когда бежишь, ты пытаешься нас уничтожить. Ты же жил при нас, но у тебя была возможность нас изменить. Почему же ты этого не делал? Очевидно, ты был нами доволен. Поэтому сейчас ты не имеешь права бежать. Логика Сократа в Критоне нужна для того, чтобы заставить Критона отказаться от плана Критона. Поэтому Сократ смешивает два типа законов – естественные и искусственные. С одной стороны, Сократ согласился на эти законы, а с другой стороны, он при них родился, то есть родился благодаря им. И так получается, что с одной стороны, законы его поразили, и значит, он ничего не может против них сделать, а с другой стороны, он против них ничего не сделал, и значит, он должен им подчиняться. У Павсания та же проблема. Если законы говорят нам, что педерастия запрещена, тогда всякий педераст – это преступник. Какой выход у него есть, чтобы не быть преступником? Не быть педерастом. Это невозможно. Значит, быть нечего. Попытаться поменять закон. Именно это и пытаются сделать Павсаний, но снова он уже сейчас хочет маленьких мальчиков, а значит, он уже сейчас преступник, а значит, его мнение не должно ничего не значить, он и есть тот самый неплохой человек. То есть, смотрите, представьте себе, как если бы грабитель банка, стоя за банковской кассой, с двумя автоматами в руках, и застрелив кассирщу, кричал бы, я считаю, что должны сделать ограбление банков декриминализированным актом. Я считаю, что убийство человека должно быть декриминализировано. Ну, наверное, его бы уши никто не слушал. И именно это делает несчастный Павсаний. У меня вот такой возник порочный круг. Что это за вообще действительно какое-то круговое движение? То есть, если мы говорим, что алгофон, я говорю, что он уже не юноша, он не маленький. Ну, вы говорите, хорошо, но нужно стремиться к разуму, а разум у совсем стариков. Ну, чем ты старше, чем ты разумеешься. Окей, но он же говорит, что нужно ввести закон на малолетних. То есть, ну, тут же подразумевается какой-то возраст. Окей, даже если мы возьмем старых. Старших кого? 65-летних или 79-летних? И снова, это же законом мы определим. Ну вот, тогда вопрос. Вы говорите, что если он установит какой-то закон, ну, если, допустим, будет какой-то закон, да, на запрет малолетний, то есть это будет там 17 лет, опять-таки я не вижу у Павсания никакой проблемы, потому что Агафону 34 или 32, все нормально. Нет, когда он говорит, что чем ты старше, тем ты умнее, а чем ты лучше, тем ты больше стремишься к разуму, у него уже возникает гигантская проблема, потому что тогда любить надо только стариков. Потому что чем моложе человек, которого ты любишь, тем меньше ты стремишься к разуму, тем хуже ты, как человек. А когда мальчикам-то вообще никто не нужен. Естественно. И тогда Павсаний говорит, любить мальчиков нельзя. Хорошо. Ну, смотрите, он ведь говорит об этом по одной простой причине, у мальчиков нет разума. Окей, а кому тогда любить стариков? Мне очень интересно. Всем, всем педерастам надо любить только стариков. Кому любить старикам? А, кому любить старикам? Да. Старикам надо любить еще более старых? Нет, вот мне 99 лет, я самый старый в этом... Все, вы только можете вы любим. Но Павсания это не интересует, потому что Павсаний нелюбимый, Павсаний это влюбленный, и смотрит он на проблемы со стороны влюбленных. Он не думает о любимых. Его финальная идея будет в том, что ему Павсанию... Надо ввести такой закон, чтобы ему Павсанию можно было делать все, чтобы соблазнить Акафону. Абсолютно все. Все разрешено. Он может обманывать Акафона, грабить Акафона, насиловать Акафона, убивать ради того, чтобы отца убить Акафона, например. Все позволит. Но очевидно, что это невозможно. Видите, его перспектива, его самому закрывает глаза, и его мировоззрение делает его собственную точку зрения недостижимой. Если совсем коротко. Очевидно, что Платон нам показывает определенные низкие виды любви, которые вообще-то никуда не ведут логически, и которые не обоснованы. Важно, что понять для нас, что в конце философ скажет, так как они никуда не ведут логически не обоснованные, они не являются нефилософскими, и философ ими не занимается. Поэтому Сократ не любит мальчиков, Сократ любит женщин, Сократ ни с кем не спит, Сократ сделал своих троих детей, потому что иначе бы на него рассмотрели, и женился для этого. Давайте думать за дальнейшим. Пошло эти люди настолько отвернили любовь, что некоторые утверждают даже, будто уступать поклоннику предосудительно вообще. Да, то есть Павсанин не понимает, что такая точка зрения может существовать. Он говорит, смотрите, какие-то люди настолько исполнили мою любовь к мальчикам, что даже кто-то пытается запретить любовь к мальчикам. Но утверждают-то они это, глядя на поведение как раз таких людей и видя их назойливость и непорядочность, ибо любое дело, если только оно делается непристойно и не так, как принято, не может не заслужить порицания. И смотрите, вдруг появляется вторая квалификация. Он как бы возвращается назад и говорит нам свой первоначальный тезис. Хорошее – это то, что делается хорошо. Но теперь он добавляет к этому хорошее – это то, что делается хорошо. И по обычаю. И мы такие, ну, в смысле, либо хорошо – это естественный стандарт, либо неестественный. Но если он неестественный, тогда зачем ему в этом говорить? И надо сразу менять обучение. Вторая квалификация попсания позволяет ему перейти к закону. То есть мало сделать хорошо, надо сделать хорошо и вписаться в обычаи. Так сделать хорошо – это же не сделать по закону, а по обычаю. К этому он и придет. Но это-то и проблема. Ну да. Его изначальный выход – моральный релятивизм, где вообще-то, понятное дело, никакой обычай не берется. Хорошее убийство – это убийство, сделанное эффективно. Да, то есть мы к макериле с ним подход. Хорошее – это эффективное. Хорошо – плохо, добро – зло. Вот это противопоставление. Но он не может там оставаться, потому что тогда нет никаких плохих мужчин, которые любят женщину. В смысле, можно плохо любить женщину, а можно хорошо любить женщину. Но если можно хорошо любить женщину, то как мы можем определить, что хорошая любовь к женщине находится выше, чем хорошая любовь к мальчику? Нас нужен стандарт. Это стандарт разум, но это естественный стандарт. И начинается петля. Обычай насчет любви, существующей в других государствах, понять не трудно. Итак, если надо делать хорошо и по закону, то надо рассмотреть, какие вообще существуют варианты законов. Потому что там все определено четко, а вот здешние и лакедемонские куда сложнее. Да, все обычаи, все законы делятся на два типа. Я думаю, вы разделяете с повсанием этот пафос. Есть простые и есть сложные. В элите, например, и в биотии, да и везде, где нет привычки к мудреным речам, принято просто-напросто уступать поклонникам. И никто там, ни старый, ни молодой, не усматривает ничего предосудительного в этом обычае. Для того, видимо, чтобы тамошним жителям, а они не мастера говорить, не тратить сил на уламывание. Достаточно. Итак, Павсаний выступает против. Свободной любви. Понятно почему. Он уже ввел в стандарт разум свободной любовь. Это в том числе любовь к мальчикам и значит проблема. Свобода, с точки зрения Павсания, идет к рабской любви. И значит, свобода является не единственным условием для той хорошей любви, которую он собирается ввести. напротив, это будет ограничение свободы. Но чьей свободы? Его свободы, как влюбленного или свободы любимого? Потому что есть же два момента. Он-то может ухаживать, сколько хочет, но пока у нас не принято отдаваться влюбленному, все его ухаживания уходят в пусуль. Что значит решение отдаваться влюбленному? Это свобода отдаваться влюбленному. Какую свободу надо следовательно ограничить? Естественно, свободу любимого. Свобода влюбленного не может быть ограничена, но свобода любимого должна быть ограничена. В Лунии же и во многих других местах повсюду, где правят варвары, это считается предосудительным. Ведь варварам из-за их тиранического строя и в философии, и в занятиях гимнастикой видится что-то предосудительное. Вот. Есть близкое нецивилизованное государство, где у них там полная свобода. Есть далёкое нецивилизованное государство, где у них там полный запрет. Греки далёкие от цивилизации свободны, они далеки от цивилизации. Смотрите, Павсаний сказал, что в Биотии и тому подобном все так раскрощены, потому что они не умеют говорить. А раз они не умеют говорить, у них не получается нормально уламывать. Нет языковой игры. Да, да, да. Это не похование. Нет, почему? Желание. Желание и разум все-таки разные вещи. Тогда они снова переходят к делу. У варваров, говорит он, педерастия запрещена. И тут же добавляет свою квалификацию. Потому что педерастия похожа на другие запрещенные у варваров штуки. Гимнастику и философию. Почему запрещена гимнастика? Понятно. Сильное тело. Он все еще думает о сильном мужском теле. Гимнастика развивает тело. Любить надо более сильное тело. Поэтому это плохо. Понятно, почему он запрещает философию. Так же, как и в Беотии не умеют говорить, так и варвары запрещают философию. Чем вы больше занимаетесь в философии, тем вы становитесь мудрее, тем больше вас надо любить. А с чего он сделал такого? Какую страну он как-то будет заниматься? Из посылки ранее о Персию, конечно. Он же прямо говорит про Ионию. Ионийские греки находятся под персидским владычеством. Они все время восстают и все время их там прижимают обратно к ногтям. У варваров педерастия запрещена, потому что у них нет философии и гимнастики. Я не ошибаюсь? У биотийцев педерастия разрешена, потому что у них нет философии. У них есть гимнастика? Да, потому что они свободны. Свободный город – это город, состоящий из взрослых мужчин, способных себя защищать. Мужчина, способный себя защищать – это мужчина, носящий оружие. Чтобы носить оружие, нужно иметь физическую форму. Ее и обеспечивает гимнастика. Беззащитные ионийские греки не имеют гимнастики и философии. Защищенные биотийские греки имеют гимнастику и педерастию. А финяне имеют философию и защиту. Они не имеют педерастии. И в этой ситуации Павсаний пытается совместить две вещи, о которых они начали говорить – разум и сила. Тамошним правителям, я полагаю, просто не выгодно, чтобы у их подданных рождались высокие помыслы и укреплялись содружества и союзы. Запомните слово-сочетание «высокие помыслы». Когда Аристофан начнет говорить о восхождении на Алим, о муте против богов, он скажет «высокие помыслы». Изначальные люди, бросившие вызов богам, бросили вызов, потому что они обладали высокими помыслами. Кто такие, следовательно, эти боги? Или эти люди? Эти боги. Бить барбаром? Бить барбаром? Еще разочек. Бить барбаром? Из-за их терранического строя и в философии и в занятиях гимнастикой видится что-то предосудительное. Достаточно. Кто такие, эти боги? Философы? Нет, ну что вы. Точнее, те, кто бросили вызов богам – это философы? Нет, люди бросили вызов богам из высоких помыслов. Кто такие, эти люди? Ой, кто такие, кто такие, эти боги? Конечно! Аристофан скажет, отталкиваясь от речи Повсания, что изначальный бунт человека – это бунт против тирании богов. Бунт против богов. Боги – это тираны, которые уничтожают и ослабляют людей, потому что если люди сильны, они обладают высокими помыслами, заключающимися в том, чтобы взойти на небо, сбросив от того богов. Но, видите, я не удержался. Это немного лишено логики, потому что если бы мы могли так просто сбросить богов… Помните, что Аристофан рисует миф. Изначальные люди – это не современные люди. Изначальные люди – это более сильные люди, это круглые люди. Поэтому нет. Итак, тираны понимают, что философия и гимнастика ведут к двум вещам. Точнее, к одной – к восстанию против тирании. Повсаний тут же прибавляют. И педерастия тоже. Смотрите, в России запрещены алкоголь, наркотики, условно, и ВПН. И Повсаний такой говорит, ВПН – это свобода. Поэтому алкоголь и наркотики – это тоже свобода. То есть Повсаний знает, что есть хорошие вещи, хорошее промолчание. Философия и гимнастика. И тогда, зная, что кто-то запретил и то, и другое, включая педерастию, он пытается пришить белыми нитками педерастию к этим двум хорошим вещам. И говорит, вот когда будут разрешены хорошие вещи, тогда обязательно придет и это. А если бы там со скалы прыгали? Так именно об этом и речь. Просто он любит прыгать со скалы. Ну, понятно. Хорошо. Давайте. Тамошним правителям, я полагаю, просто невыгодно, чтобы у их подданных рождались высокие помыслы и укреплялись содружества и союзы. Чему, наряду со всеми другими условиями, очень способствует та любовь, о которой идет речь. И Повсаний согласен с Федором. Федор говорил, лучшее войско, лучший город, это город, состоящий из педерастов. И Повсаний говорит, а то! Великое войско, лучшее войско, войско, способное себя оборонять, и лучший город, город, способный себя оборонять. Это город, связанный с гимнастикой, к которой он уже пришил педерастию, высокие помыслы. А когда мы говорили о том, что политика и педерастия все-таки на разных полюсах, то мы имели ввиду какое-то просто мнение полюса или что? То есть философы говорят, что нет, вот педерастия все-таки для полюса и для войска, и для города в целом хороша. Философы говорят, нет, плоха. Нет, ну смотрите, он же сейчас приравнивает философию с педерастией. Он пытается, но он, во-первых, не философ, а во-вторых, он делает это все абсолютно невероятно. Хорошо, а кто тогда говорил, что политика и педерастия разные вещи? Мы с вами говорим, что политика и педерастия разные вещи. Это правильно, потому что государство стремится... Ну понятно, что нужны дети, чтобы они пополнили. Ну да, 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 ипотека зачем такая низкая? Окей, но эти люди говорят, что любимый будет защищать лучшее свое государство, потому что там есть его возлюбленные. Да, но это провал, потому что... В смысле, что от этого государства останется, когда они у вас остаются и станут супермудрыми? А в чем проблема, если он будет любить мужчин и рожать женщин? А в том-то и проблема, что Павсанин уже сказал, что только худшие люди любят одновременно и мужчин, и женщин. Понятно. А, кстати, у Павсанин слова нет детей? Ну, я об этом не знаю, давайте так. Но очевидно, что если они с Агафоном всю жизнь прожили вместе, и покинули Афины, то есть он предал свое гражданство, он уехал к тирану жить. И, помните, это же ирония. Он говорит, тирания душит высокие помыслы, а сам бежит к тирану эти высокие помыслы воплощать. Но, с другой стороны, он ведь бежит не к Персу, он бежит к Македонину. Ну, все-таки архивай страшный тиран, да? То есть, либо педерастия все-таки не связана с высокими помыслами о свободе, в смысле о свободной любви. И тогда педерастия и тирания прекрасно считаются, в отличие от тирании и философии, и тирании и гимнастики. Хорошо, давайте дочитаем последний отрывочек, что он там говорит. На собственном опыте узнали это и здешние тираны, а ведь любовь аристогетона и окрепшая привязанность к нему гармодия положила конец их владычеству. Да, это известная история гармодия и аристогетона, о которой, наверное, мы поговорим в следующий раз, а я дам вам время ее как раз изучить. Где ее изучить? Пукедит, конечно же. Гармодий и аристогетон. Открываете историю Фукедита, забиваете в Ctrl-F неполное слово гармодий или забиваете модное слово аристогетон, и встречаете две истории. Одна из них в первой книге, где Фукедит говорит, что история о гармодии и аристогетоне показывает, что большинство принимает на веру все, что ему говорят. И седьмая или восьмая книга, где Фукедит говорит, вот теперь, когда вы пришли в книгу, я расскажу вам настоящую историю о теланомборчестве, гармодия эстогетона. Причем он начинает говорить об этом сразу после того, как говорит о осуждении Алкивиада. Все. Если у вас больше нет вопросов, давайте остановимся. Подписывайтесь на канал. В общем, это мы. Давайте.